Продолжая эту же тему, Илья Александрович Марусенко Закладом доказательной лингвистики без проникновения Чебенковского Я вас немножко развлеку, но поскольку жанр нужно соблюдать, то я все-таки буду свое выступление демонстрации некоторых картинок сопровождать Вот этот термин доказательной лингвистики, собственно говоря, в научный оборот у нас был введен Реймондом Генриховичем И мы с ним неоднократно обсуждали эту ситуацию применительно к той области прикладной лингвистики, которой я много лет занимался Это атрибуция анонимных и псевдонимных литературных и всяких прочих произведений И сегодня я продемонстрирую это на одном из примеров Ну, во-первых, значит, французский материал, поскольку мы считаем Реймондом Генриховича крупным романистом И во-вторых, поскольку диссертация, которая положила начало этому процессу, была защищена в этом университете Спасибо, Лидия Анатольевна Становой Значит, суть интриги сводится к тому, что было проведено исследование, которое подтвердило существующую с давних уже пор во Франции гипотезу о том Что все, значит, наиболее знаменитые пьесы, которые известны нам под именем Мольера, написал не Мольер, а Пьер Корнель И, значит, во Франции, вот уже девочки начинают веселиться, правильно И, значит, во Франции существует общество корнелистов, значит, которые разрабатывают эту самую гипотезу И то, что мы сделали, является лингвистическим подтверждением, потому что там этим делом занимались литература, веды и стихи, но никто не занимался текстологией И вот, значит, мы провели текстологические исследования с мерными теориями распознавания образов И, казалось бы, на этом все должно было бы закончиться Но здесь вот вступила в противоречие вот эта вот доктрина доказательной лингвистики Против которой, оказалось, выступают не отдельные люди, с которыми можно спорить, пытаться их в чем-то убедить А на той стороне выступает национальный миф, который строится и укрепляется государством И вот, это такого рода национальные мифы, они существуют во всех странах Ну, во Франции это не только, значит, проблема Мольера Это и творчество великого писателя Александра Дюма, отца, который не писал тех романов, которые являются, значит, вот знаменитыми Там, граф Монте-Кристо, Три мушкетеры и так далее Причем это не какая-то уже, значит, такая вот непризнанная гипотеза А есть свидетельство самого Александра Дюма Был во Франции судебный процесс, на котором, значит, истинный автор этих романов Огюст Маке судился с Дюма, и там участвовали литературные критики, там в том числе Сент-Бёв, которые подтвердили, значит, кто действительно написал эти романы И у Александра Дюма в переписке есть такой пассаж, что он пишет, что его участие в романе «Викон де Брежелон» сводится к тому, что он на папке с текстом романа над буквой «И» в слое «Викон» поставил точку Но, тем не менее, существуют вот эти самые национальные мифы, на которых строится государственная идеология У нас, чтобы далеко не ходить, проблема авторства Тихого Дона такой же национальный миф И вот, когда я рассказывал, Раймон Генривич всегда интересовался деталями этих дел И говорил, что до чего надоело, ничего доказать нельзя, потому что люди не хотят его слышать Он говорил, да брось ты, не расстраивайся, вот когда меня прислали в Молдавию руководить, значит, в Академии наук сектором диалектологии Там тоже, знаешь, обстановка была не очень, молдаване говорили, в Москве прислали ляха, чтобы училась молдавскому языку Но, тем не менее, надо работать И вот, пришлось продолжать работу Исследовательница Родионова Елена, которая защищала эту диссертацию Она переключилась на другие проблемы, она с успехом родила троих детей И вот, значит, очень хороший научный результат, я считаю И вот пришлось, значит, мне одному на протяжении вот уже почти десяти лет Значит, совместно с французами, членами вот этого общества Корнель Мольер Заниматься этим делом Значит, поскольку существует вот этот самый государственный миф То официальная точка зрения такая Существуют великие писатели, неважно какие Чей авторитет, значит, укрепляется в течение веков И вот появилась недавно группа злопыхателей, чернителей Которые неизвестно с какими, значит, целями Пытаются подорвать их авторитет, нанося тем самым урон целой нации Мольер во французской системе идеологии является как бы предтечей французской революции Потому что он первый начал борьбу с клирикализмом и так далее И из него, значит, уже пошли там все эти самые прочие Ну вот результаты наших изысканий показали, например, что вот этот посыл о том, что Вот в последнее время появились какие-то злопыхатели, которые стали раздувать эту тему Значит, он не подтверждается Есть такие вот иконографические подтверждения Вот, например, значит, была медаль Которая в 1857 году была чеканена Памятная медаль, на которой, значит, вместе изображены Корнель и Мольер Следующий, пожалуйста, там картинку Да, значит, вот эта картина Художника Леон Жерома, 1874 год Которая называется «Юнкуля Борасьон» Официально Картина в Лувре Висит, а не официально Она называется «Корнель и Мольер» Обсуждают сюжет Тартюфа Следующая Да, это, значит, картина Доминика Энгра Которая называется «Мольер, обедающий с Людовиком XIV» И вот, когда, значит, строители этого мифа Его пытаются утвердить Они при этом совершенно игнорируют действительность и реальную ситуацию вещей Кто такой был Мольер? Вот если мы предположим, что у него была виртуальная трудовая книжка Что там было написано? Какова была его должность? Значит, наши литературоведы, которые являются более рьяными защитниками Этой вот официальной доктрины Они всегда говорят, ну как, великий, значит, актер, драматург и владелец театра На самом деле, значит, в книжке трудового Мольера Была записана очень высокая придворная должность Королевский шут Единственный человек Которого Людовик приглашал к себе за стол Это был королевский шут Который не бегал с бубенчиком, как это у нас представляется иногда По дворцу А это был человек, который заведовал всей культурой королевского двора И заведовал всеми развлечениями Причем он как контентом заведовал, так и, значит, декораторскими вещами Поскольку по своему происхождению он был обойщиком Его папа был обойщиком И эту должность он унаследовал от своего отца И вот эта тема, значит, Мольера как придворного Она еще на одной картине того же Леона Жирома Следующая, там нет Вот, тоже, значит, картина Людовик XIV приглашает Мольера с собой за стол Значит, никакой возможности, чтобы Мольер являлся автором этих пьес С точки зрения изучения его биографии и его распределения трудового дня Не существует Во-первых, он был малограмотным человеком Он умел читать Но существуют сильные сомнения насчет его способности к письму Потому что даже в единственном документе, который остался с его автографом Это купчая на дом, он расписался крестом И кроме того, там был такой обычай, что владельцы придворных театров Они заказывали свои пьесы И была совершенно такая определенная категория людей Которые, значит, занимались этим делом Практически единственными, кто использовал французский язык в письменном виде В то время были адвокаты И была такая, ну, по-современному мы бы назвали коллеги адвокатов Которая называлась «Базош до ла таблю де Марбру» В которую входил Пьер Корнель и его брат младший Тума Корнель Которые принимали заказы на эти пьесы Которые потом ставились в придворных театрах Причем, значит, вот история их сотрудничества Она довольно хорошо описана Значит, к чему я это все рассказывал Что вот существует два параллельных направления С одной стороны, вот эта доказательная лингвистика Где мы пытаемся математическими методами Делая упор на достоверность На ошибки Вероятности ошибок Доверительные вероятности Доказать, значит, то-то и то-то И существует совершенно параллельно Не стыкующийся с этой реальностью Национальный миф Который защищается государством При этом никакого внимания на то, что происходит на самом деле Это государство не оказывает И вот, когда мы с Римоном Генриевичем эту проблему обсуждали Он совершенно справедливо говорил Что для того, чтобы эти мифы сами по себе распались Нужно дождаться политических изменений Похоже, что частично этот период уже наступает Во всяком случае Ну, в связи со столетием Октябрьской революции Скажем, такие подвижки происходят Вот последний, значит, заказ Который мы выполняли с доцентом кафедры Криминалистики уголовного права Нашего юридического факультета Он, значит, касался подлинности записки Юровского О расстреле царской семьи В связи с работой Патриаршей комиссии По канонизации останков Возникли сомнения в том, что Эта записка правильно описывает условия Расстрела царской семьи Потому что, ну, это уже такие технические детали Тип гниения останков Реальный, когда, значит, их уже стали исследовать Патологианатомы Он не соответствует С тем, в каком грунте они были Якобы похоронены И вот, значит, заказали проверку И оказалось, что эта записка представляет собой фальшивку И основным автором является академик Михаил Николаевич Покровский Это такой марксистский историк, очень известный Одно время, значит, его имя даже носил Московский государственный университет Он был, значит, репрессирован и расстрелян То есть, вот этот самый государственный миф Где-то начинает уже, так сказать, покачиваться и распадаться Параллельно, значит, с этим делом Начал распадаться миф и о покушении на Владимира Ильича Ленина Который якобы совершила Фаня Коплан Они тесно связаны между собой Эти вещи, потому что Тот же самый Яков Юровский Яков Михайлович, который, значит, руководил расстрелом царской семьи Он был следователем по делу покушения Фанни Коплан Вместе с Виктором Кингисеппом Небезызвестным, в чью честь назван город Кингисепп По дороге, значит, в Эстонию И вот вся эта история С покушением, значит, Фанни Коплана Ленина Тоже является таким же вымыслом В котором нет вообще никакой правды И вот общаясь с прокурорскими работниками Пришлось убедиться в такой очень неприятной вещи Оказывается, это не составляет никакого секрета Все про это знают Материалы опубликованы У них там есть свои, значит, издания Все об этом знают Но считают, что народу это не нужно Народ лучше будет жить, не зная Вот, но когда дело доходит до того Что такие вот вопросы выходят наружу То понятно, что уже шило в мешке не утаишь И эти мифы, они рассыпаются Сами по себе Вот, когда я говорил о том Что имеется в виду, значит, откат назад Я имею в виду нашу литературоведческую часть Потому что, вот как 30 лет тому назад Академик Георгий Михайлович Фридлендер Значит, поручая мне Провести там атрибуцию Некоторых статей Якобы Достоевского Он сказал, что хороший метод атрибуции Это тот, который подтверждает мое мнение А тот, который противоречит моему мнению Плохой И буквально две недели тому назад Был семинар в Пушкинском доме Где президент Международного общества Достоевского Теми же словами Выразил точку зрения современных литературоведов Он сказал, что вот есть исследование Которое, значит, подтверждает мою точку зрения Оно хорошее, а все остальное я даже не желаю рассматривать Поэтому Будем ждать Пока произойдут и прочие изменения Да, с тем, чтобы вот эта самая наша доказательная лингвистика Наконец Могла восприниматься Значит, вне зависимости от этих якобы национальных интересов Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok